Приветствую вас, мои замечательные. Вы на канале творческая манфактура Олькина. Меня зовут Ольга. Решила сделать подключение. Я сейчас наболтаю, как наболтаю, потом, может быть, выпущу сразу, может быть, сниму готовые работы. Хотя мне охота сначала всё закончить хорошо, а потом уже показать, как готова эта работа. На данный момент у меня есть готов кардиган, а может быть, даже можно назвать его бомбер Аля Кученели. Потом такая, как это называется-то, не кантри, ну типа бохопулловер. Так, кое-что надо просто досмотреть, доконтролировать и так далее. Вот. И значит, что? И я заканчиваю жилет. Получается, он связан. Я его сшиваю и сразу ввязываю. И манжета, как она называется? Ну вот эти, короче. Вот. Я делаю сейчас первый и потом буду второй. Также мы видим на заднем плане готова только задняя стенка сумки. Так, что-то ещё. Ещё кое-какие детальки у меня, значит, начато. И всё пока. Или да, или нет. Ну, в общем, как-то так. И значит, что я. Насчёт детского сада. В общем, ясенька пойдёт в детский сад. Я не помню, я что-то подключалась, удаляла, потому что всё становилось неактуальным и так далее, и так далее. Где-то было чересчур эмоциональное подключение. Где-то какие-то, помню, подключения были очень, как, звук был плохой. И, в общем, я не знаю, то есть его не вытянуть ничем, и кто-то как-то это делать умеет. Я не умею. В общем, на разные причины. Поэтому сейчас, если вдруг какие-то там подключения у меня более-менее остались, я их, может быть, сюда и смонтирую. А так, вот. Будет, что будет. Насчёт детского сада. Ярослав пойдёт в детский сад после того, как будут готовы анализы. В общем, анализы собираются таким образом, что со всех родителей собирают деньги и в итоге едут, делают эти анализы. Ну, как ни крути, это формальность, но формальность, вот, ну, вот она есть. Значит, хоть я и сдала, и была уверена, что я, ну, не знаю, откуда-то взяла эту уверенность, что уже будет всё сделано, и что с первого сентября, вернее, со второго ребёнок пойдёт в детский сад, но нет. А мы вчера сходили, вчера был понедельник, сегодня вторник, сегодня вторник, третье число. Вчера мы сходили, не было заведующего детского сада, я думала заключить договор хотя бы, допустим, и так далее. Ну, в общем, всё это будет, сегодня я уже хорошо позвонила, маленько расстроилась. Так-то мне надо бы сходить сегодня в центр и забрать посылку. Ну, честно скажу, настроение ноль, а может быть даже минус. Ну, посмотрим, сейчас я росла в скид, в общем, посмотрю, как он проснётся. Если мы успеем сегодня сходить, то мы сегодня сходим. Если нет, значит, завтра пойдём с утреца, сделаем тот, ну, как минимум, так скажем. Соберём посылку. Вот. Насчёт обуви. Тут хотела тоже как-то поплакаться, что ли, сказать. Ярослав, или как или наоборот, это порадоваться, ребёнок растёт. Ярослав вырос просто из всей обуви, какая есть. Даже ту, которую мы не так давно верили, и она, и кроссовки ему были как раз. То есть оно ему тоже сейчас всё маленькое. В общем, стандали надо будет только заказывать, потому что у нас магазин... Хотя надо будет ещё в один магазин зайти, может быть, ещё в одном магазине будет. Если нет, то придётся заказывать. Ну, присмотрела пару кедики и такие, как, ясенька их называется, красные. Ну, не кедики, они как такие, ну, дырявые-то вверх. Так просто, типа слепоны, вот, или как-то. Ну, в общем, в общем, вот таким вот образом. И кедики, вот, кроссовок, которые бы ему были в пору, мы не нашли. То есть надо покупать ещё обувь, потом надо... А, единственное, что у него хорошие такие сапоги резиновые, правда, что-то мы там их испортили немножко. Ну, посмотрим, если хотя бы на носок они как раз... То есть они с валенком внутри. С валенком внутри, если обувать. То есть сначала тут валенок тёплый, а потом сапог. В общем, они ему маленькие. А если... Ну, в общем, как есть. Так, ничего я ещё ему не нашила. Надо нашить. Так, из работы чё я, получается... Только подшивала больше ничего. И поняла, что вот у меня сейчас остался эти отрезки. В общем, буду на отрезках такой ткани. Трикотаж такой, я не знаю, как сказать. В общем, один вид трикотажа у меня машинка вообще не хочет чить. Я тут всякие эти способы пробовала. Последний нерв себе испортила. Но вот категорично она не хочет чить и всё тут. Ну, вот надо будет тренироваться. Так, что у нас ещё идёт? Спине моей легче. Уколы проставила. Не все у меня, как всегда. Мне стало легче. Я, естественно, забросила лечение. Но я взяла ампулу, потому что я говорила, что мне оставил укол и медик. И она уже поставила из своих запасов какой-то мне укол. А я ещё смеёмся, говорю, я никогда, говорю, не запоминаю. То есть особо этим самолечением я не занимаюсь. Ну, кроме как, то есть где помочка там. И, допустим, ну там топли-мопли. Ну, вот когда что-то такое несерьёзное, а оно себе вот там деклофенак и обезболы. Это прямо святое дело и всё. А если что-то там уже такое, это я уже, это говорю, медику. Медик мне выписал, врач, да. Я это по назначению принимаю. Ну, допустим, антибиотики и так далее. Так, ну и всё. В общем, она мне поставила укол. И мне реально стало легче. Это был, конечно, трэш. Ну, и как всегда, единственное, что я недолечилась. Ну, по мне, так это вот прямо часть моей нормы. Так, что у нас ещё интересного? А ничего, как говорится. Какая-то очень тёплая пряжа. Если видим, да, я сижу в домашнем пижаме, потому что, ну, тепло. Всё остальное, как через чушь тёплая, что ли, вот этот трикотаж тонкий. Поэтому я всё лето из него, наверное, не вылезаю. Хотя у меня тут ещё, ну, как бы батюшка, ну, он сейчас стирки, поэтому. То есть самые тонкие вещи я ношу. У нас, я не знаю, сколько дней. Забыла, как, в общем, как-то его здесь называют. Но, тем не менее, в общем, у меня есть подключение. Я специально подключала, делала, как пыльная буря. Это вот песочная буря. Сколько-то дней это вот было. Это вообще кошмар. Даже чуть открыть окна. Я очень рада, что у меня стоят хорошие окна. Это всё-таки хорошее дело. Потому что, если бы, наверное, стояли старые, я бы вообще замучилась от количества пыли. Потому что всё равно пыль, если чуть открыли окно проветрить, всё, пыль прямо вот песок слоем ложится сразу. Сетка, которая на оконной, она абсолютно от этого не уберегает. Ну, и всё равно, потому что двери хоть мы и стараемся в последнее время закрывать и так далее. Но, тем не менее, да, всё равно вот туда-сюда и пыль. В общем, один утёнок у меня ещё погиб. Один болен, я думаю, что погибнет. Не знаю, как спасать, не спасать вообще, как это всё делать. Ну, у меня, наверное, больше материальных и моральных каких-то ресурсов на спасение у меня сейчас нет. Вот. Хотя, думаю, что надо... Сейчас пойду займусь этим вопросом. Может быть, всё будет хорошо. Так, что у нас дальше? Так, готовые я... Насчёт готовых работ сделать, как видео под съём или как сказать, не знаю правильно. Я хотела уже после того, как закончила именно вот этот жилет и постираю. То есть показать его. Ну, пусть он как-то мокрый, но тем не менее он будет уже готов сохнуть. Так, следующий момент. Так, ну и куча ещё начатышей. В общем, эти все начатыши надо продвигать и надо идти дальше, дошивать. Я немножко, конечно, такой человек, которого сейчас какие-то малейшие... Ну, что-то не так, меня выбивает, скажем так, оскорее, что ли. Вот, потому что... Потому что всё равно, как ни крути... Во-первых, мы устали друг от друга с Ярославом, потому что всё равно, допустим, год назад, да, чуть больше года назад, нет-нет, да было он в садике, нет-нет, да была разгрузка. Пока там это всё рядом жили. Ну, хотя я там, кстати, пару раз, ну, хотя бы даже пару раз. Разгрузиться друг от друга надо, но больше года мы вообще не разлучны. Это, вот, тяжело нам обоим, уже даётся. Хотя это иногда я себя, конечно, чувствую не матери, а эхидной, потому что местами, мне кажется, что я больше, чем Ярослав, хочу садик. Потому что, не, можно, конечно, меняя, причём даже это вообще где-то там, в кладовку посадить и... Не знаю, вот просто. Потому что всё равно, устаём друг от друга. Ладно. Так, что-то ещё хотела рассказать. Ну, ладно, все остальные начатыши я уже буду чуть погодя показывать, рассказывать и так далее. Так. Голова. О, да, хотела рассказать. У меня, ну, уже неделю назад, да, даже больше, был случай. Я, наверное, давно не снимала, да, хотя у меня и делала кое-какие подключения, но тем не менее. В общем, поступил заказ, у меня есть выставленная кофта на продажу. Меня бы очень сильно выручили такие моменты, то есть с подушками, кстати, вообще зависло. Вопросов много. Ой, вру, даже сейчас вопросов мало. Был момент вопросы, да, и там вот... И в итоге тишина. Прям был наплыв потом, вот тишина. Ну, в общем, сейчас вот мне бы, конечно, выручило, чтобы поступило несколько заказов на подушки. И, допустим, вот из готовых изделий, покупки готовых изделий. Я их подаю, конечно, со скидками. Так вот, значит, Хоббс она оформляет. Короче, оформляет, с ней она спрашивает, я ей всё показываю. В итоге оформляется авито-доставка. И я, получается, в тот день, как раз, наверное, у меня спиной была беда. Короче, я с ней не буду врать. Вот, в общем, я не успела отнести в субботу на доставку. И, получается, доставка перенеслась на вторник. Ну, всё, мы с ней это дело обговорили. Это авито-доставка. То есть человек, получается, оформляет там сразу эту оплату. Должен быть при авито-доставке и так далее. Ну, и всё, значит, я... Ну, всё оформлено. Я ей объясняю. Или в пятницу она вечером оформила. Короче, или в пятницу, или в субботу. Но в субботу я не успела. Но это вот ещё, говорю, со спиной когда был момент. То есть я сразу забыла что-то и рассказать-то про вот эту ситуацию. Ну, и, значит, во вторник я уношу кофту на отправку. А в итоге получается то, что... Хоп, с ней видно, очень не получается никак оформить эту отправку. И она и так, и сяк. И я, я говорю, я не знаю. Я говорю, что такое? Что такое, что такое? Не знаю. Ну, и в итоге я потом внимательно посмотрю. Слушай, говорю, подожди, здесь оказывается почему-то не почта оформлена. Ну, такое у меня, кстати, первый раз. Я не знаю, что такое. Ну, вот. И я говорю, ой, я не знаю. Это Яндекс.Доставка там. Но у нас же нету никаких Яндекс.Доставок. То есть я даже... Я не знаю, как это так произошло. Но вот как-то так. Я не... Сразу-то я не обратила внимания. И в итоге я отменяю доставку. Ну, а нет. Я начинаю звонить, писать этой покупателю. А мы с ней связывались и в Авито, и в Атсап. И я, значит, и так, и сяк, и обкосяк, как говорится. Я с ней связываюсь и так далее. В итоге я отменяю эту доставку. Ну, пишу, что надо... Надо фоник доставки поменять. Ну, в общем. Али способ для доставки. Ну, не важно. В общем. И в итоге она мне не отвечает. Вообще, в принципе, своём. Ни в Атсап. Ни в Авито. Ни на телефонные звонки. Кстати, вот на телефонные звонки я первый раз какую-то такую странную услышала. По какому в этом вопросу. Бла-бла-бла. И потом я ещё. И вот сегодня услышала, как в магазине у нас тоже заказывала. Хотела продавец сделать заказ. И тоже такие странные наборы вопросов. Ну, одним словом. Я так расстроилась. Я очень сильно обрадовалась, когда произошла эта почти продажа. Одним словом. И я, знаете, так расстроилась изначально. Я, ну, просто опишивала, потому что я не поняла, что это было. Почему меня человек игнорирует. Я когда не получила. Да, она заформила в пятницу вечером. А в субботу я, получается, туда-сюда. И уже как-то это, ну, в общем, проклювом прочивкала то время. И я ей тут, может, или бывает, что у нас, ну, вот у меня лестница спит. И бывает, что он долго спит. Я его не безу. То есть мы с ней связывались, общались. Я ей позвонила, сказала, говорю, не успею. Ну, так и так вот у нас. Ну, вот до четырёх. Бла-бла-бла. Она такая. Ну, всё хорошо. Во вторник. Значит, во вторник отправите. Всё. И представляете, она после этого меня игнорирует. Я не поняла, что произошло. Честно скажу. Я ей задавала вопрос. Потом я, ну, несколько дней всё равно задавалась этим вопросом, что такое. Я ей задала вопрос. Ну, хотя бы объясните. Ну, то есть у меня от любопытства прямо пучит. Что такое, что это было? Ну, и, в общем, она всё. Она меня проигнорировала. Ничего это никак не ответила. В общем, знаете, я, конечно, изначально сильно обрадовалась. Ну, не могу сказать, что меня прям топор слило от радости. Ну, конечно, я очень обрадовалась, потому что... Ну, потому что для меня очень... Для меня сейчас очень важен материальный вопрос в жизни. Ну, и, значит, я ей это... Ну, в общем, она мне так и не ответила. Ничего. И, знаете, я... Ну, пытаюсь себе, как сказать-то, что... Может быть, мне повезло. Может быть, как от мошенников. Ну, то есть есть... Ну, я не знаю. Я не сталкивалась. Сталкивалась, но говорят, как это... Курдаяда говорят, что есть мошенники на Авито, вот с этими Авито-доставками. Ну, так вот. И меня, знаете... Ну, в общем, я себя тешу тем, что... Ну, как бы Бог уберёг меня от мошенницы. Ну, наверное, как-то так. От мошенничества ещё очередного, чтобы я там... Ну, каких-то больших огорчений. Ну, то есть я себе так придумала. Мне от этого легче. Я очень с собой недовольна, потому что я... Мне кажется, что я ничего не успеваю. Всё делаю медленно, как этот... Чувствую прям такое-то, знаете, полное ощущение какого-то самозванства, матери ехидной, какого-то тормоза и так далее. Вот мне... Ну, вот... Ну, вот как-то так. Вот это меня... Всё как-то давит, давит, давит. Мне... Ну, короче, через это очень тяжело. Скажу я вам. Очень тяжело. Устаю. Иногда кажется, что... Ну, от себя устаю. От того, что... Что-то идёт всё не так, как бы мне хотелось. Как бы... Чтобы шло. Что это за пятнышки какие-то? Пятнышки какие-то. Ну, так, хоп-с, и нету пятнышек. Вот. Так. Ну, и что у нас ещё интересничково? Да и всё. Как это... Сейчас я хочу закончить, замочить жилет. Ну, и дальше по плану. А планов у меня, как бы, нет. Потому что... Я хотела, чтобы какие-то... Ну, типа... Что мне не нравится, кстати, в этой пряже... Ну, вам не будет, наверное, видно, да? Это я отмотала в кейк. Не знаю, зачем. У меня была какая-то мысль. Я её не помню. Размазываю. О, у меня опять тремор. Да. У меня опять преследует тремор. Ну, короче. По всей пряже в... То есть, она такая, не белая, такая, светло-молочного цвета. Классная ровница, всё. Но по всей пряже есть, как бы, такие ворстинки, в общем, чёрные, украпления длинные. Чёрные и рыжие. Вот. Как у волоса, волосинки, не знаю, шерстинки. Короче, какие-то вот такие штуки. И, честно скажу, это вот прям напрягает. Я когда, ну, вот прямо замечаю, я выдёргиваю их. Ну, вот иногда смотрю. Нет, не везде замечаю. Потому что, ну, наверное, она как-то там с другой стороны. Ага. Ну, и всё, значит. Также у меня тут на приготовил уже, там, пряжа лежит на окне для следующей кофты. И надо ещё. Ну, в общем, у меня, как всегда, слава Богу, цены на работу я так и не подняла. Надо поднимать. Надо поднимать, потому что надо поднимать и надо отодвигать всё. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что я не в состоянии чего-либо отказываться и так далее, и так далее. Но надо сейчас всё отодвинуть. И я сейчас, ну, в общем, ну, в общем, как-то, как-то так. Потом объясню, что я имею в виду, потому что я понимаю, что субборно говорю. Вот. Тут, ну, я не знаю, то ли в связи с этим вот, не бурян, кто, буря вот этой песочной или пыльная буря. Я забыла, как эта штука правильно называется. Ну, прям очень пыльно, очень грязно. То есть, ну, это прям песок. И, ну, у меня камера, к сожалению, не совсем офигенного качества. Но, тем не менее, в общем, когда небо имеет такой жёлтый оттенок. Ну, в общем, у меня эта камера не передала. В общем, во время этой бури оно не было, не видно голубого. И оно такое жёлтоватое. Вот. И, конечно, вот эта пыль летящая, это всё, это кошмар. Но я знаю, так, знаете, как это, в какой-то момент, когда поднималось вот это всё на потную морду лица, прилипало. Ну, когда ходили с Ясенькой, я такая, боже мой, как. Как в Новосибирске вернулась. То есть, вот это всё там было. Это вот, кстати, в Новосибирске у меня всегда были влажные салфетки. Но макияжем я всю жизнь не особо пользуюсь. Сейчас, секунду. Вот. Макияжем, или как наношу, не знаю, как правильно, да, косметикой я не очень всегда пользуюсь. Но бывает, да, иногда у меня. Но редко. Бывало. Сейчас вообще это для меня прямо нет. Вот. Тем более, по-моему, да, когда благодарна-то была, это, по-моему, помните, да, у меня, то есть, я как-то, у меня как-то тупила-то тушь, у меня потом у неё вот такие-то глаза были. Ну, вот, а что делать, аллергик я. Ага, и, значит, ну, летом, допустим, в Новосибирске было вообще невозможно пользоваться какими-то там вот кремами и так далее. Ну, по-моему, ну, по-моему, я не знаю, как другие. Другие, наверное, как-то это дело всё умеют, ну, лучше, чем я. Я нет. Поэтому мне было проще, ну, просто не краситься и иметь всегда влажные салфетки, потому что, да, и главное, чтобы такие, на которые кожа не облезет. И, к слову, у меня в Новосибирске был какой-то кошмар, я сгорала бесконечно. У меня было такое в Башкирии один раз аллергия на солнце, а так, ну, не каждый год, но периодически вот эта аллергия на солнце, когда в итоге всё, чтобы, особенно май, июнь, вот, когда вот эта карапивница, это вообще кошмар, дикое раздражение, если это, ну, то есть. У меня всегда был вот этот пятак в Новосибирске облазил просто сто раз за лето и вот эти места. Да, ну, то есть вот так вот у меня этот, я единственная, что пользовалась, кстати, в Новосибирске, это у меня постоянно было, этот, от солнца, это вот, крема, короче, от, как называется, в общем, кремами пользовалась. Вот, ну, всё равно не могу сказать, что это мне офигенно помогало. Так вот, и, то есть, проходишь, там, вот этот ветер, и постоянно всегда у меня были слёзки для глаз, потому что я много-много-много лет ходила в линзах, то есть, там где-то и, причём слёзки для глаз, и ещё всегда с собой носила, жидкость, всегда промывала линзы. И вот этой салфеткой опёр лицо, и вот, ну, как бы, это вообще, вот. Вот, ну, и здесь сейчас вот этот ветер, конечно, был кошмар, пыль сегодня, слава Богу. Но, знаете, небо временами становится голубое, а местами я вот вижу, допустим, с одной стороны оно голубое, а с другой стороны я вижу вот это всё равно, как, ну, пыльное небо. Вот. Ну, соседи спросила. Ну, вот, Лена, да, тоже, который дом покупает, тоже сказал, что это всё есть, и у них тоже, но они не так далеко от нас живут, поэтому... Ну, наверное, это во всём Ставропольском крае такая есть. Вот эти песчаные бури, вот. И тут нет, ну, соседи сказали, что... Ну, вот я сегодня порадовалась, мы сказали, что можешь особо не радоваться, вполне возможно будет ещё повторение этих бурь, поэтому, ну, как бы, вот такая ситуация. Я говорю, ну, ладно, что теперь поделаешь. Будут, значит, будет. Вот. Ну, и, в общем, как-то так. Так. Так, у меня приближается вроде как к концу, но надо сейчас ещё же среды все пересчитать. И, надеюсь, что... Ну, не надеюсь, я понимаю, что я сейчас уже закончу... Жилет. Отправлю его замочу. Состерну. Ну, эти дни, конечно... Ну, я не знаю, сколько дней, кстати, у нас эти ветра стояли. Не стирала, потому что... А что стирать? Ну, дома неохота вывешивать, а на улице, ну, и вывесишь. Вот это в мокрую ткань наберётся во влажную. Это песок. Нафиг. Ну, в общем, как-то так. В общем, я... Что сейчас я вам сильно много наболтала? Ещё какие-то, на самом деле, у меня будут. Насчёт Ютуба, как это будет. Будет, если, к сожалению, мы не можем повлиять ни на... Ну, на много что. Поэтому... Мне не нравится дзен. От слова совсем. Ну, Телеграмму, к сожалению, я плохо веду. Ну, в принципе, я и Ютуб не очень веду. В общем, до тех пор, пока будет Ютуб, я буду на Ютубе. Ну, а кто вдруг захочет меня найти не на Ютубе... Ну, я не знаю. Ну, смысл меня сейчас вот искать на дзен, если... Я создала. Я хотела, думала, что я займусь и буду развивать. Ну, нет, не буду. Вот. Вика, что написала по Виктории. Написала по писать мастер-классы. Я могу так сказать. Можно, конечно, писать, наверное, какие-то мастер-классы, но... Я не представляю, как это делать. У меня только телефон Android. С неофигенной памятью и так далее. Но, во-первых, я считаю, что когда ты пишешь мастер-класс, его должны кто-то... Как девочки, вот набирают группы для отработки. Правильно ли ты написал? То есть тогда, наверное, этот мастер-класс будет являться более... Ну, либо самостоятельно его переработать. Ну, вот написал и по мастер-классу связал. Как минимум два изделия, да? Во-вторых, написать, ну, надо же в какой-то программе, чтобы хотя бы, допустим, PDF-файлы были или как-то. Ну, в общем, я пробовала. У меня не получилось ничего там писать, не создавать. Может быть, я выбирала какие-то не те программы. Вот, ноутбуков у меня сейчас нет. То есть у меня как сгорел, сломался последний ноутбук несколько лет назад. Всё. Пока я без ноутбука. В общем, мне не на чем создавать. Во-вторых, это всё-таки надо создавать нормальные и видео, и фотографии, чтобы всё-таки, ну, мастер-класс того стоит. Ну, и в-третьих, это всё-таки куча времени. Вполне возможно, если я когда-нибудь доведу свою работу до грамотного... Ну, грамотное... Ну, буду работать нормально, да? Чтобы грамотно распределённое было время. Тогда вполне возможно, что я смогу и писать, и мастер-классы. Но не сейчас. Но пока я не представляю, как это делать. Потому что надо и фотографировать, и видео делать, и в каком-то формате создавать мастер-класс. Вот. Создавать, конечно, можно и бесплатные мастер-классы. Но, к сожалению, я не в том положении сейчас, чтобы создавать бесплатные мастер-классы. Но пока я этого себе позволить не могу. Потому что у меня много ответственности в помощи. Сейчас, слава Богу, конечно, да. Спасибо, Наташа. Спасибо, Жаня. Спасибо, Марина. Спасибо вам, девочки. Огромное человеческое спасибо. Спасибо, потому что в данной ситуации меня девочки очень сильно поддерживают. Потому что элементарно какие-то вещи. Но мне, допустим, сейчас сложно. Тем более я уже говорила, что с каждым переездом я всё больше и больше теряла того, чем обрастала. То есть, получается, да. То есть, получается, да, с переездом из Новосибирска в Башкирию я очень много потеряла из Башкирии сюда. И здесь уже составу. Ну, в общем, ну, когда какие-то простых материальных вещей, которые кажется, что вроде это всё, ну, невеликой ценности. Ну, когда их, допустим, несколько, уже это сложно. Допустим, накупить банки. Ну, вот я сейчас этим не занималась. Хотя я понимаю, что если бы у меня были ресурсы накупить банки, я бы, я сделала несколько банок закруток, но мало. Потому что даже для нас двоих этого мало. Там, наварить компоты, да, это тоже вот сахар. У нас сахар, вот, 8,7 рублей был. Сейчас, кстати, не знаю, не спросила. Так вот, я про то, что, допустим, элементарно с переездом, да, профуканы банки. Профуканы, естественно, на крышке у меня были запасы. Вот, вот, сами ключи, вот эти, да, ключи называются, закрутки. В итоге я купила ключ-закрутку, подешевле, который стоил. Ну, стрёмно, неудобно, но, тем не менее, он, по крайней мере, закручивал тоже хорошо. Вот. Да. У меня их было два. Ну, в общем, один тоже вот такой, какой-то не такой, а один хороший ключ, не знаю. В общем, нету ни одного. И вот оно, когда всё один к одному, а, ну, короче, всё как-то вот так. Элементарно даже это. Ну, короче, вот оно всё по чуть-почуть, а когда... Ну, в общем, когда любая мелочь, она вся, надо. А когда купить надо много мелочей. Ну, в общем, вы меня поняли. Всё поскулило. Во-вторых, я вообще, короче, и вообще последние, там, несколько дней, наверное, ну, я недовольна слабой. Я, бла-бла-бла, поэтому, говорю, какие-то вещи снимать, передавать свои, это, там, фукошное настроение, ну, нафиг надо, правда же. Поэтому, ну, и ладно. В общем, благодарны девочке, кто... То, что вы мне пишете, то, что вы поддержите, это дорогого стоит, это очень надо. Благодарны вам девочке, кто поддерживает и помогает. Это очень, очень спасибо. Так что, ну, что ж, я сейчас пересчитаю количество рядов, которые я навязала. И, если что, как говорится, я в шкафу за левой дверцей. Когда я уже закончу какие-то вещи, будет что-то, я отниму, подключусь, наверное... Ну, я не буду сейчас прямо выпускать. Я, наверное, просто чуть погодя. Сегодня ли, завтра ли, подключусь, покажу готовые работы. И, ну, как-то вот так. И выпущу, наверное, таким вот образом видео. Насчёт вот Ильи Великого, там, сейчас ничего не могу показать. Я особо говорю, вообще, за счёт... Ну, то есть, я и так-то не самый продуктивный человек. Не самый скоростной, не самый продуктивный. А то, что произошло со спиной, да, меня это очень сильно выбило из колеи. Спина, это вообще... Это... В общем, могу так сказать, самое такое важное в нашей жизни, это всё-таки здоровье. И... Ну, как-то так. Так что... Ну, что ж, мои замечательные... Подключусь через секундочку. В смысле, вам будет через секундочку. А для меня это будет сегодня или завтра. И выпущу это видео. Немножко истории. Ну, не то, что истории. Ну, так, как это просто. В общем, я в одном из подключений, может быть, даже в удалённом. Тут я ничего не скажу. Я рассказывала, что у меня был такой момент, что я набирала открытым способом на дополнительную эту нить. Вязала изделие, даже раздельное, если вязала. Ну, я не знаю, даже вот говорю. Ну, вот я сейчас вспоминаю, как бы, часть, почему я делала так. Но мне больше, как бы, нравилось. В общем, или мне тогда плохо давался этот итальянский набор. То ли что. Даже разу не скажу. Не помню. Ну, может быть, и не очень хорошо давался. Фабричный набор мне не нравится. А вот итальянским способом я люблю. Давно очень уже набирать. Помню, ну, первые разы. Вот я, кстати, думаю, что пятку бумеранг я, наверное, неправильно, наверное, как-то вижу. Почему что? Потому что я помню, что я нашла в каком-то где-то, даже не журнале, а в каком-то самоздате. Да, вот это, ну, кому за 70, те знают эту историю, что такое были всякие самоздаты. Ну, у меня получается, в общем, неважно. Смысл в том, что вот как-то научилась я, в общем, вязать по описанию, так и вяжу ее до сих пор. Как поняла, то есть это уже, ну, 300-400 примерно лет. Так вот, и вот про этот итальянский набор. Это было тогда же. Я помню, что это было для меня очень утомительно научиться по бумажному какому-то описанию вязать. А еще оно было черно-белым, в общем, короче, на желтой бумаге. В общем, это была такая ситуация. Но я научилась закрывать зато иглой. И я что практиковала? Вязала изделие по открытым способам. Я помню, я даже не помню, каким-то методом тыка-пука. Поставь, пожалуйста, сейчас возьму. Тыка-пука я научилась набирать крючком на спицу петли. Не могу сказать, что это всегда дается мне не самым таким способом. В том плане, что иногда вроде и чика распустила, иногда нет. Но не в этом дело. То есть я вязала изделие, даже если, говорю, шувное. А потом я набирала резинку по низу. То есть понятно, манжеты, горловину, все понятно. Если раздельно, что добираешь. И вязала резинку литой. Ну и делала закрытие иглой. В общем, я не знаю. Одно из вариантов, то, что мне нравилось. Вот я, кстати, сейчас сижу, закрываю иглой. Мне нравится закрытие. Как это закрытие осмотрится? Поэтому я это делаю. Как это? Практикую. Вот. И вот такая у меня была история. Но я не помню. Говорю, по-моему, я что-то рассказывала такое. Если мне память не изменяет. Просто я сейчас, когда столкнулась с заказчиком, я помню, что у меня раньше... Я сшивала изделия всегда разными, преразными способами. Это вообще только... Что только не придумывала я в эти моменты. Но много лет я уже сшиваю одним способом, крючком. Ну, я не знаю почему. Как они мне надоели. У нас сейчас ребятишки стали что-то много ходить туда-сюда. И в итоге эти меня изводят. Тут один раз была ситуация. У нас, ну, выдать эти как... Баловались. Силов нет. Ну, в общем, у нас сейчас... Уже вечереет. Я заканчиваю лишь. Что я сегодня сделаю, не знаю. С завтрашнего дня я, может быть, буду как-то по-другому. Боже, как они меня не раздражают. Может, как-то... Хотя, что я кому говорю? Это как буду снимать, так и буду снимать. Потому что, по сути, я всё равно не блогер. Я так, исключительно... Если поговорить, поболтать и поделиться с вами. Так что, ну, всё, мои замечательные. Надеюсь, что у меня сегодня будут не только продвижения позже лет. То, ясенька, дети специально, мне кажется, подходят к калитке. Их дразнят. Это меня прямо очень напрягает. Вот. Болеет один утёнок. Не знаю я, что с этим совсем делать. Я говорю, а моих каких-то моральных сил на все эти лечения у меня, правда, уже прям не хватает. Сейчас приходится лечить из одного из котов. Это, говорю, у нас Ляля, которого ещё котёночком ясеньки года не было. Как раз, помню, морозаны начинались. Мы его нашли котёночком. Абсолютно крохотным. Он, ну, прям очень крохотный был. Я его выпаяла. И в Башкирии он был такой толстый, мохнатый кот. Ну, сколько живём в Ставропольском крае. Чё-то вот как-то ляли. Видать, здесь не климат, жарко или что. Так, вечерочек добрый. Показываю такое интересное решение вопроса. Заказчица, я не знаю, в общем, как-то не так цвет передаётся. На самом деле это такой тёмно-свекольный, тёмно-винный. Ну, это более... В реальности он более тусклый, что ли. Вот. Но я решила уже, что я не буду ничего отдать как... В общем, вот оно передаётся ярче, чем есть. Заказчица попросила сделать потемнее эти полосы. Но я, может быть, ещё где-то пропущу такое, чтобы оно всё-таки синхронизировалось. Так как это кофта для ребёнка... Я её попозже, да, завтра покажу. Всё равно я немножечко добавила... У меня вот были такие вот отрезки пайеток. Кстати, потеряла где-то. Не знаю, куда дело. В общем, в трагедии век у меня. Одним словом, я обвязываю кид-махером вот эти две яркие полосы. Не знаю. Ну, завтра посмотрим, как это будет смотреться на общем фоне. Ну, знаете, так интересно такое, словно как паутиной обмотано. И у меня есть мысль, что где-то надо будет ещё так вот пропустить, чтобы... Ну, как-то... Ну, посмотрим. В общем, обвязываю. Завтра покажу, что из этого выйдет. Так, ну что, подводим итоги. Я, кстати, маленько модернизировала, значит, я... Цвета абсолютно искажаются. Но, тем не менее, я добавила зелёного цвета. Местами он передаётся, что зелёный, но не такой, как в реальности. В реальности это другой цвет. Тем не менее, я, получается... Ну, вообще, все цвета искажены, скажу я вам. Я добавила здесь, как бы, полосы так по-разному, по-всякому их обвязала. В общем, я не знаю, как это передать в реальности, но вообще загустка случилась вот в этой пряже. Она свекольного цвета, но заказчице показалось по фотографии, что она розовая, и она попросила, ну, что, есть ли какая-то возможность, чтобы сделать это темнее. И, в общем, да. Сейчас переверну второй стороной. По моей задумке, это спинка, но в реальности, я думаю, что можно выбрать любую из сторон, которая будет являться спинкой или передом, или это вообще менять. Ну, в общем, ну, не передаётся, не передаётся. И вот такую штучку я связала в подарок. Не нашла, правда, эти крепления для брелков. Ну, в общем, просто вот такой глаз от сглаза. Сейчас. То есть он такой двусторонний. Всё. Я оставляла такие длинные хвосты, и все хвосты просто запихнула вовнутрь. И всё. В общем, вот такая. И связала вот такую верёвочку. То есть можно повесить будет на сумку. Ну, всё. В общем, сейчас попробую ещё по-другому сделать. Изделие небольшое, ну, как бы рукава, получается, он залезли на... Пу-пу-пу. Я сделала небольшие скосы. Не... Ну, в общем, вот так. То есть я, получается, сначала здесь выровняла круг, а потом вывязала такие скосы. Так, ну, сейчас фотографию сделаю. Так, вторую сторону. А, ну, видите, вот рукава находит на плечике. Поэтому я говорю, что будет являться. Интересно так. Я вроде выравнивала-выравнивала. Здесь же тоже глаз. Я его выравнивала-выравнивала, но он, блин, косой получился. Ну, думаю, что мелочи жизни. Так, всё. Сейчас попробую сделать фотографии, но сомневаюсь, что и на фотографиях будет. Ну, и сделала вот такие, да, как бы, не знаю, мне так нравится, оказывается, так прикольно получилось. То есть, ну, чтобы поддержать всё-таки вот этот затемнённый свекольный цвет, да, цвета вообще искажены. Ну, и бог с ним. Так, ну, и так вот съёмки по буеракам. Я решила подвести итог и закрыть видео данный влог. Сейчас я вставлю ещё, правда, несколько фотографий. Одного пуловера было-стало после отделки. И жилет сохнет. И бомбер. Ну, фотографии так себе сделаны на скорую руку. А, нет, я же видео даже снимаю. Одним словом, что-то как-то мутно снимает, но тем не менее. Одна посылка сейчас готова, я её отправляю. Не знаю, в общем, наверное, заляпана была. Тем не менее. В общем, мы бежим на почту, чтобы успеть. Говорит, мы уже сейчас скоро закроются на обед, поэтому надо как можно быстрее это сделать. И, может быть, мы успеем ещё кое-какие дела сделать сегодня. Но не уверена, что это всё будет. Надеюсь, что в ближайшее время всё у меня наладится-отладится. Ну, как бы и хочется в это верить. Так что я бегу. Бегом. Яся со мной обул калошики, потому что чтобы он не обул, ему всё больно. В общем, лето в этих шлёпанцах прошло. А из сей обуви ребёнок в раз. Так что сегодня постараюсь купить хотя бы кедики, чтобы было в чём ходить. Ну, дальше посмотрим, если успеем. Если не успеем, то уже в другой день. Так что хотела сказать про кофту. Ну, посмотрите, как это. Фотографии, кстати, сразу говорю, что они, что изначально, что потом цвет везде искажается. То есть кофта выглядит немножко по-другому, которую мы сейчас идём отправлять. Ну, а большой заказ, мне там надо ещё кое-что закончить и отправить большой заказ. Так что ну всё, мои хорошие. С любовью, Ольга. До новых встреч. Да, я не была давно на канале, но тем не менее вот такой я человек. До новых встреч. Ну, и ещё небольшое такое прямо просто вот так покажу. Ой, это я сейчас перевернула и неаккуратно положила. Неаккуратно разложила. В общем, лежит, сохнет. Ещё одно готовое изделие. Это просто это жилет из чудесной итальянецкой пряжи меринос. Вот только не помню. если составить пряжи ещё альпака или нету, не помню этот момент. Меринос и полиамид. Сейчас ещё. Так, ну и вот бомбер. Ну, или кардиган, бомбер, неважно. В общем, тоже готов. Высох, но надо, конечно, нормально сделать фотографии. Это я просто сейчас на стол разложила. Ну, и говорила, что с одной стороны молния хорошо легла, со второй стороны немного всё-таки волной я перешивала несколько раз и не смогла эту волну убрать. В общем, вот так. так.